Привет, с вами Чиз, и сегодня мы скрафтим новенький P90 от компании Тарк и покрасим его в скин Фишер из Standoff 2. Модель продумана до мелочей, у нее есть съемный магазин, подвижный затвор и спусковой крючок, нажимая на который происходит характерный щелчок. Кстати, какой скин на P90 из Standoff 2 и CSGO тебе нравится больше? Мне вот как раз приглянулся Фишер, брутальный такой, строгий. Напиши обязательно в комментарии под этим видео. Ну а сейчас я предлагаю плавненько приступать к крафту, и начнем мы с распаковки. В коробке находится инструкция, детали самой пушки и инструменты, которые могут пригодиться нам во время сборки. Инструкция незаменимый помощник при сборке модели от Тарк, так как все они буквально напичканы всевозможными механизмами. Мелкие детали конструктора распределены по бумажным конвертам. И, вскрыв один из них, сборку мы начали с пламя гасителя. Согласно инструкции, необходимо совместить все колечки в правильном порядке. На этой же странице нам предлагают собрать ручку затвора. Она, кстати, у данной модели, как и у настоящего P90, совмещенная и находится с двух сторон, чтобы пушкой было удобно пользоваться как ручкам, так и левшам. Далее по списку собираем детали механизмов. Инструкция нам также советует сглаживать детали в некоторых местах. Это очень важный аспект. Сгладив острые грани, вы снизите трение резинок в механизмах, и в целом будет приятнее держать модель в руках. Во время сборки нам предлагают сразу красить детали при помощи лака, идущего в комплекте. Но я этого не делаю, так как пушка должна быть окрашена полностью в выбранном мною скине. Детали корпуса P90 желательно подержать некоторое время после склеивания под давлением при помощи струбцин. Теперь наступает время собрать все воедино. Сперва детали всех механизмов смазываем парафином, идущим в комплекте с каждым конструктором ТАРК. Устанавливаем предохранитель, спусковой крючок. Для снятия установки магазина используется специальный механизм, состоящий из нескольких частей. Этот механизм издает характерный щелчок, что символизирует собовый выстрел. Установив ствольную часть, прикладываем и фиксируем ручку затвора. Когда все механизмы на своих местах, заправляем их канцелярскими резинками, которые вы также найдете в комплекте. Накидываем оставшуюся половинку корпуса пушки и закрепляем ее специальными винтами. На верхнюю планку Пикатинни по желанию можно установить оптический прицел. И по факту модель готова. Но ребята из ТАРК выставили нам дополнительное оборудование, состоящее из светодиодного фонарика и лазерной указки. Они легко крепятся на планки, расположенные на боковых частях данной модели. Имейте ввиду, что в комплект они не входят, их нужно заказывать отдельно. Но с этими примочками пушка становится просто бомбическая. Очень радует подход компании к детализации и продуманности каждой детали. Модель можно перезаряжать, двигать затвор, нажимать на спусковой крючок с характерным щелчком и использовать предохранитель. Ребята из ТАРК реально постарались. Респект за это. Ну, а сейчас не будем медлить и подготовим пушку к покраске. Для этого я снял все навесные элементы. Малярным скотчем закрыл место, куда краски попадать не следует. Вышел на лестничную площадку и закрепил модель на вот такой самодельной конструкции. Вооружился черным алкидным грунтом и приступил к окрашиванию. Модель довольно большая. На пару слоев грунта ушел практически весь баллон. После полного высыхания грунта я начал рисовать узор в виде трещин. Скин, кстати, так и называется – трещин или фишер на английском. Сперва простым карандашом отметил контур рисунка. Далее при помощи тонкой кисточки и акриловой рубиновой краски начал аккуратно закрашивать трещины. Некоторые части, такие как затвор и спусковый крючок, я закрасил полностью, как и в самой игре. Получилось вот так. И в завершении я решил еще раз повторно воспользоваться простым карандашом и обвести контур всех трещин, чтобы получился прикольный бликующий эффект. Это и другие пушки от компании ТАРК могут быть отличным подарком на Новый год или День рождения. Кликнув по подсказке, вы можете посмотреть другие мои обзоры на модели от ТАРК. А ссылочку на эту вы найдете в описании под этим видео. Благодарю всех за просмотр. С вами был Чизбургер. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok